Друзья, привет! Настало время познавательного контента. Что если я скажу, что развитие гибкости для гимнаста Это основа, которой нужно регулярно уделять время на тренировках. Вы скажете, да, тренер, это и так понятно каждому. А что если я скажу, что азам тренировки гибкости гимнастов сможет научиться каждый? И с помощью применения этих знаний на практике вы через какое-то время сможете выполнять шпагат. Я вижу, вы заинтересовались. Сейчас я вам все расскажу. Начнем с того, что в любом виде спорта, а тем более в спортивной гимнастике, без тренировки и развития гибкости никак не обойтись. Ведь чем лучше у спортсмена развитая эластичность мышц и гибкость суставов, тем меньше риск получения травм. Помимо этого, гимнастика напрямую связана с выполнением элементов с большой амплитудой. И если не обладать необходимым уровнем гибкости, то выучить большинство элементов с хорошей техникой просто невозможно. А мы с вами помним то, что хорошая техника – это максимум результата при минимальных усилиях. Так что, исходя из вышесказанного, сразу становится ясно, что хорошая гибкость необходима как гимнастам, так и представителям любого другого вида спорта. Но хорошая гибкость также важна для простого обывателя, который занимается спортом для поддержания здоровья или постоянно занят повседневными делами. Сегодня я не буду раскрывать тему о пользе гибкости, я хочу посвятить этому отдельный выпуск. Вы скажете, тогда к чему я начал весь этот разговор? Всё на самом деле просто. Сегодня я расскажу про самый популярный элемент, который является олицетворением гибкости человека. Поперечный шпагат. А точнее, я расскажу вам о том, как мы с ребятами тренируемся для того, чтобы научиться выполнять этот элемент. Поперечный шпагат – это сет ноги в стороны, который находится на одной линии. В первую очередь хочется отметить то, что многие пытаются сесть на поперечный шпагат, не соблюдая необходимые моменты техники. Правильная техника – это когда ноги развернуты коленом вверх, при этом спина ровная, без прогибов поясницы, а живот подтянут. Здесь хочется рассказать ещё об одной важной детали в тренировке. Дело в том, что шпагат – это полноценный элемент. А элементы в гимнастике осваиваются с помощью пободящих упражнений. Другими словами, чтобы начать выполнять сам шпагат, необходимо обзавестись специальной базой для этого элемента. Как и всегда, прежде чем начинать тренировку, нужно хорошенько разогреться. Это одно из самых важных правил. И первые два упражнения, которые мы осваиваем – это наклон вперёд, одна нога согнута в колени, вторая выпрямлена, и наклон ноги в рост. Здесь мы растягиваем заднюю поверхность бедра для того, чтобы легко было держать прямые ноги. Дальше, для того, чтобы добиться правильного технического исполнения, нам нужно раскрыть тазобедренный сустав. Для этого мы растягиваемся в положении лягушек. Сначала полностью согнув ноги в колени, мы выполняем это упражнение до тех пор, пока не сможем упустить таз на пол и лечь на живот. После начинаем усложнять наполовину, выпрямляя ноги. Сразу хочу подметить – мы не переходим к следующим упражнениям, пока не освоим эти два варианта лягушки. После того, как у нас начало свободно получаться лежать в лягушке и наклоня ноги в рост, мы переходим к следующему упражнению. Сначала полностью выпрямляем одну ногу и лежим в таком положении, стараясь расслабиться. Затем выпрямляем вторую. Здесь главное не спешить и усложнять упражнение постепенно. Нужно добиться полного расслабления мышц, чтобы нигде ничего не тянуло, и мы свободно могли находиться в таком положении. На следующем упражнении мы одновременно выпрямляем обе ноги, и это уже шпагат лежа на животе. Тот шпагат, к которому мы стремились. Здесь все то же самое. Мы добиваемся полного расслабления и комфорта. Дальше с помощью рук мы поднимаемся в сет. И вот шпагат готов. Еще раз повторюсь, не стоит спешить и переходить раньше времени к более сложным формам упражнений. Период растяжки у всех разный, и это напрямую зависит от индивидуальных особенностей каждого. Конечно, у детей, в отличие от взрослых, этот период намного короче, и в детском возрасте развитие гибкости нам дается намного проще. Но это совсем не повод забрасывать тренировки гибкости, и при этом думая, что развитие шпагата для взрослого это невозможно. Еще как возможно. Пишите в комментариях, если хотите полный разбор тренировок шпагата для взрослых. И не забывайте ставить лайк этому видео. С вами был Илья Кузнецов. Увидимся в следующем выпуске.